Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 21 сентября Святая Церковь празднует Рождество Пресвятые Владычицы Наши Богородицы и Преснадивы Марии. Это великий двунадесятый праздник. Двунадесятый, то есть из числа 12 самых главных праздников, ибо двунадесять, два на десять, это по-славянски и есть двенадцать. Божью Матерь мы называем Пречистым Храмом Спасовым. Мы называем ее Домом Господним, потому что в ней пребывал Бог. Мы называем ее Лестницей Небесной, по которой с небес сошел на землю Сын Божий. Мы называем ее Купиной Неополимой, потому что, как куст горел при Моисее и не сгорал, так же и Дева Мария, оставаясь Девой, стала Матерью. Мы говорим о ней, как о дверях, которыми прошел Господь, о которых писал и пророк Иезекииле, что эти врата затворены, и никто ими не пройдет, кроме как Господь. И действительно, Дева Мария, ставшись Богородицей, и действительно Дева Мария, став Богородицей, осталась Девой. И то, что она до Рождества была Девой, в Рождестве Девство сохранила, и по Рождестве Девой осталась, знаменуется в иконографии тем, что на плечах у Божьей Матери и на ее челе непременно изображаются звезды. Это иконографический язык, который напоминает нам, который свидетельствует о преснодевстве Марии. До Рождества, в Рождестве и по Рождеству осталась Дева Мария. Вот на плечах и на челе мы видим на иконах у Божьей Матери звезды. Но сейчас я хотел бы поговорить не только о том, как она причиста, как она честнее Херувим и славнее Бессравней Серафим, потому что никому из Серафимов и никаких ангельских чинов, Херувимов и других не довелось на руках носить Творца и Создателя этого мира. Мы называем ее Царицей Неба и Земли, потому что она Мать Царя, а Мать Царя, она тоже Царица, Мать Царя Небесного. Но сейчас я хотел бы сказать о земном, о том, что через нее родился Сын Человеческий. И вот Господь наш, Иисус Христос, который родился от Девы Марии, Он же все свое человечество, человеческую природу воспринял от нее. А значит, если мы будем говорить о том, каким был Спаситель по характеру, по внешним чертам, по темпераменту, по своим человеческим способностям, скажем так, ну иногда говорят, человек талантливый во всем, да, или там способен к чему-то. Вот если мы будем так рассуждать о Спасителе, как о Сыне Человеческом, то мы должны признать, что все это, что в нем было по его человеческой природе, это все Девы Марии, это все ее, ее генетика, ее наследственность, ее богатейшая сокровищница, всех человеческих добродетелей, которые только могут быть у человека, все это вместилось в эту пречистую Деву Марию. Когда у наших близких и дорогих нам людей день рождения, мы всегда это празднуем. Их день рождения – это и для нас праздник, потому что их появление в этом мире – это и для нас радость, ибо они нам близкие, друзья или родственники, дорогие для нас люди. Матерь Божия – первая по Бозе наша защитница, наша покровительница, наша матушка. Она, как никто из всего рода человеческого, ближе к каждому из нас. Она и поэтому, как мы ее называем, скоропослушница. И любая молитва, которую мы обращаем к Божьей Матери, она незамедлительно идет к Творцу и раздаятелю всяческих благ, но не просто через нее как бы транслируется. Матерь Божия своей богородичной молитвой, своей матерней молитвой к Сыну Своему наши молитвы кратно увеличивает. Она слышит вздох каждого человека, вздох каждой души. У кого страдания, у кого переживания, у кого трепетное состояние, тревога, у кого радость, все это она слышит, как близкая к нам, как самая дорогая для нас представительница рода человеческого. Она на небесах. Апостол Павел в послании к евреям говорит о том, что у престола Божия находятся духи праведников, до кстигших совершенства. И вот Матерь Божия первая среди них. Праздник Рождества Божией Матери – это торжество для всей Церкви, это радостное событие, радостный праздник для любого христианина. И вот с этим праздником, братья и сестры, сегодня я хочу поздравить и вас. Всех вас поздравляю с Рождеством Божией Матери. Ее покров да пребудет над всеми вами. Величай, Величай, и все святые твои родители, и все святые твои родители, Рождеством Божией Матери.